Дамы и господа, возвращаемся на вторую карту Противостояние Инкубус против команды Деос Они просто оба гейминг, поэтому я не знаю, есть ли смысл подключать И... Можно уже и добавлять, я думаю, всё и так понятно Наблюдаем мы за закрытыми квалификациями Южной Америки Второго сезона ДПС-цикла, верхняя сетка Эти команды победили свой оппонент И сейчас вот борются за право выйти в финал У микрофона по-прежнему для вас работают Лазари Джем Что ж, наконец-то закончилась прошлая карта И началась следующая, потому что огромное время ожидания Потратили мы на это всё пустую Интересно, удалось реконектнуться, да, и нормально всё Будет ли дальше по ходу этой карты команды Деос Гейминг Но даже когда все были в сети, да, все играли Инкубус просто на голову разбили своих оппонентов Тотальная доминация по всем трём линиям на прошлой карте Огромный Войт Спирит, который просто навёл нереальное количество кипиша на карте И недофармленный инвокер, недофармленный Врискинг Это мягко всё сказано, естественно Для Деос Гейминг, ну, сейчас посмотрим Опять же, давайте вернёмся к драфтам Посмотрим, что у нас есть У Инкубуса Death Profits Спирит Брейкер и Гримстрок Не часто мы Спирит Брейкер По крайней мере, я сейчас вижу На мейжере пару раз его брали Может быть больше, но вот я видел только пару раз всего А у Деос Гейминг Таск, Шэдоу Шаман, Брейс Кинг и Бистмастер Так, что у нас есть по позициям Опять же, для Инкубуса это очень флексовый Death Profit Наверное, Гримстрок в 5, Спирит Брейкер в 4 Для Деос Гейминг нам остаётся, по идее, только один мидер Потому что в Рискинг, очевидно, на керри позиции Бистмастер 3 Ну, Шэдоу Шаман, Парас и Форков Там, посмотрите, Нага заезжает нам для Инкубуса Просто одного иллюзиониста забанили, Фантом Лансера Появился второй А в игре это Нага Сирена, поэтому как-то вот так вот Опять же, Спирит Брейкер это хорошо Это дополнительное давление Это хорошие комбинации под Грима, под Инксвелл Какой-то врываться, да и в целом сам по себе герой достаточно такой Ну, противный, он достаточно плотный Его трудно пробить, урон он вносит тоже неплохо Но самое главное, как ты сказал, любит кипишно вести по карте Вот это, наверное, основное его достоинство Снизу же, в теории, очень хороший, на самом деле, пуш-потенциал Бисмастер с аурой, да, со своими самонами Шадоу Шаман Со своими змейками В Рейс Кинг с работягами По идее, любая выигранная драка И Деос просто сразу же идут и крушат все вышки просто на своем пути Без каких-либо проблем Потому что дэмэджа будет очень много Но, но, если брать опыт первой карты, то Инкубус, конечно, именно на личном скилле как-то посильнее смотрелись Ну, а это пока только одна карта Да, да, я хотел только добавить, что осталось только выиграть драку, да, как ты сказал Ну, вот, учитывая то, как Шейкер был активен На четверочка на Шейкере у Инкубуса была в прошлой игре активна Что он помог своему мидеру задоминировать В крайней степени задоминировать свой мид Здесь от Spirit Breaker жду действительно очень активной игры Потому что этот персонаж действительно к этому располагает очень сильно Так, у нас инвокер в бане Не хотят отдавать его Инкубусам И сейчас остается еще по одному бану и по последнему пику Ну, что, обеим командам по идее нужен мидер Если Инкубусы не будут смещать Я думаю, смысла нет ДПшка себе на прошлой карте очень хорошо показала Против Рейскинга на линии Там был Вич Доктор, здесь Шадоу Шаман Шадоу Шаман вроде как посильнее смотрится, как саппорт, да, за счет того, что у него там и тычка посильнее нюкать может Но все-таки ДПшка сама по себе довольно плотный персонаж С ифончиками отвелся и нормально себя будешь чувствовать А особенно на линии со Spirit Breaker Когда против этого героя будешь каждый раз думать, как бы тебе лишний раз от вышки не отходить подальше Ну и тут хорошо Spirit Breaker может сокращать дистанцию до Шадоу Шамана Того же самого, ему постоянно придется один скилл, например, тратить, чтобы как-то отбиться Хотя бы там не получить разгон на себя Посмотрим Так, Нага Сирена Ну вот, в принципе Мне на самом деле очень нравится на Наге самому играть Посмотрим, как Как по мне, отвратительный герой, если честно Вообще не понимаю, зачем он в Доте нужен Ну то есть, от слова совсем, ну ладно Так, Вайпера забанили Ну Так, Вайпера забанили Что у нас будет Деоса банить? Ну, во-первых, нужно избавляться, наверное, от какого-то сверхмобильного, да Хотя на самом деле контроля здесь много Здесь есть и Рор, есть и Стан в Рейс Кинге, Шадо Шаман, Таск, то есть любой герой с контролем, поэтому Можно, наверное, не опасаться появления каких-то штормов и так далее, потому что есть чем поймать Но в итоге действительно вот банят таких вот супермобильных персонажей, как будет Спирит Ну, из таких вариантов какие еще есть? Эмберы Штормы всегда актуальные Как вариант Ну, вот Эмбер Ну, собственно говоря, да, и заезжает не один Спирит, так другой Все-таки Шторм Спирита сейчас чуть-чуть пореже берут, чем Войт Спирита Да и потом Мидер команды Инкубус на прошлой карте показал, что он может именно на Войт Спирите И лучше, конечно, ему его не отдавать Ну, что ж, посмотрим, как на На Огненном, на Имбирном Спирите он отыграет Кого захотят себе добрать Деоса на мид против него? Инвокер и Квас Векс А, он в бане, простите Причем они сами, сами, сами от себя, да, походу, забанили от греха подальше Ммм, Снэпфайр А что по итогу? Снэпфайр центральная линия, да? Ну, в принципе, неплохо Тут ладно, здесь еще окей Но все равно, мне кажется, актуальность этого героя сейчас, ну, не так высоко, как было до этого Так, у нас получается парочка саппортов, в этот раз Таск плюс Шадоу Шаман, нравится больше Офлэйн Бисмастер, это понятно, легкая в Рейс Кинг Ну, сверх тоже все предельно ясно, четверка у нас Спирит Брейкер, пятерка Гримстрок, троечка Дэс Профит, Кэрри у нас в итоге Нага Сирена и центральная линия, это Эмбер Спирит О, у меня рассвело, кстати У меня тоже, пока мы ждали эту паузу Да, слушай, я уходил в перерыве чаечек навести, ну, сумерки были, а уже рассвело Всем доброе утро Вступаем в новый день, да, с этой великолепной дотой Кому-то доброе утро, у кого-то уже день, мне вот тут пишут с Владивостока Ну, во Владике сейчас, наверное, полдень Ну, там практически один же часовой пояс с Японии, а это примерно 6-7 часов, по-моему, плюс Да, что-то около этого, я думаю, около 7 как раз часов Там тоже же, по-моему, несколько лет назад меняли часовой пояс в Владивосток Ну, то есть относительно Москвы его двигали, чтобы как-то поудобнее было Все эти процессы рабочие налаживать, но все равно это далеко не так Я не совсем понимаю, как можно подвинуться в пояс Это как? Ну, ладно Надо загуглить Я что-то такое слышал, что вот раньше было 8 часов, а сейчас 7 или что-то в таком То есть на один час уменьшили разницу Я прям прогуглю потом Вот сейчас в чат, если напишут, мне есть у меня одна знакомая, как раз, которая пишет из Владивостока Я тебе скажу точно Нет, я просто знаю, что, например, у нас регулировали именно разницу часовых поясов, то плюс 1, плюс 2 Ну, знаешь, в осенне-зимнее время убирали Лишний, ну, как бы, геморрой, как говорится, для людей Чтобы не переводить часы на час назад, час вперед и так далее Но по поводу того, чтобы поменять часовой пояс в регионе Что-то я первый раз такое слышал Может быть, ты про это? Понятно, да Это просто, чтобы удобнее было людям, как говорится, не перестраиваться лишний раз Ну, как говорится, классика Классика Южной Америки Шесть утра и пауза стоит Всем привет Всем привет, всем доброе утро Ну что, у меня уже кончается кофе дома Ну, блин, проблема в том, что ты в перерыве не успеваешь даже ничего сделать Я хотел себе пельмешек отварить, но я понимаю, что я не успею Вот, а я уже сижу, как бы, почти 7 часов в эфире Вот, и как бы кушать хочется Вот, к чему А игрокам, как бы, нормально А ему паузу поставили, пошли доширак себе, залили, и хорошо Ну да, тема, мы посидим, подождем Пока поставил дошик, там, уж кого-то пробки выбило, там, знаешь, интернет отключился и так далее Ребят, переключу себе пробок с интернетом На этом, пожалуй, и закончим сегодня, да? Да нет, ну, как бы Ну, вот опять, это таск, тот же самый таск Ну, ладно, не тот же там самый таск, другой таск Ну, другой игрок, я так понимаю, вылетел, да, у нас? Да, да И админ где? Вот, как у нас было на первой серии, да? Как только игрок вылетел, сразу же, буквально через пару минут, админ спрашивает В чем причина? То есть, как бы, где игрок и так далее На этой карте админа, ну, понятно В общем, может, вам музычку пока включить, там, задним планом А мы посидим, поскорбим Ну, а к тому, что, а сколько мы ждали в прошлый раз, да? Вот, на прошлой карте? Минут 10? Мне кажется, минут 20 уже было, потому что Прям, ну, прям очень В итоге игра закончилась за пару минут Ладно, вернулся игрок Че-то я раньше времени, конечно, начал мощнить, простите, пожалуйста Ну, это, знаешь Ладно Ждем Так, на самом деле, это просто осадок от прошлой карты Потому что, не знаю, кто были с нами на трансляции И понимают, о чем мы сейчас говорим Те, кто не были Ну, поверьте, это была очень долгая пауза Без причины и следствия, без объявления войны И без какой-либо реакции админа на это все дело Поэтому, ну, так вот, бывает, конечно Пригорать Один вернулся, второй вышел И тишина Так, есть Reconnect? Reconnect есть А, пауза не снимается Нет, все-таки снимается А, нет, не снимается Подождите, еще что-то не сделали, игроки Не успели, не успели Я переживаю за эти паузы Больше, чем за свои отношения уже Просто какой-то Эпик Так, заходит у нас Таск Разривиделся Смок Следует за ним Рискинг и Снэффайр Будет ли у нас что-то здесь? Так, Тим подрубается Стамп по Гримстропу И Сэлл он подкидывает на Баратрум Они идут с Гримстропу Ну, во-первых, достанется Рискинг и Хаск Продолжает работать у нас на Рискинг Губинус, Рискинг, Баратрум и Рефайр Хилится, еще живет Эмпер здесь горит за счетка Нас еще собирает Таска, боже мой Расту будут преследовать здесь Не знаю, такой инструмент Конечно, уйдет Чем ловить-то Стана ни одного нет на команду Прокаченного, поэтому По итогу вот такой размин Опять же, размин, как по мне Больше в пользу, наверное Ребят из команды Инкубус Они все-таки забрали в Рискинг Минус керри Сделали у оппонента Ну, понятное дело, что дали ФБ Это, конечно, минус Что по баунти-рунам? Баунти-руну здесь в наглую Просто приходит и отжимает У нас Death Profit И по итогу 3 в 1 По баунти Вот так вот Не особо напрягаюсь Достаточно играющихся Сделали парни из команды Инкубус Ну и что по линиям? Снизу, как и говорилось Гримстрок вместе с Нагосиреной Будут стоять против них Парочка Таск Плюс Бисмастер Ну, довольно неприятная, на самом деле Линия, получается, для команды Инкубус Ну, это, опять же, в вакууме, да А как на практике будет пока не ясно Потому что тут всякое же бывает Вдруг опять у нас будет 0-4 какая-нибудь линия Не знаю, вот Так вот просто иллюзии пошли И бедного Бисмастера месил Сверху Сверху у нас тоже линия Интересная Это Spirit Breaker против Death Profit И тут мы видим, что уже нет хп У Shadow Shaman И скоро не будет хп Также и у Врейс Кинга Потому что, как и говорил Я еще на стадии драфта Очень неприятный персонаж Spirit Breaker На первом левеле 840 хп И просто вот Что ты с ним будешь делать Бей, не бей Ему вообще плевать Потом даже опять Появление мультимейкера Spirit Breaker Куда-то закатывается Да, чардж сделает Нужно как-то ему сбивать Этот ульт Иначе он еще кого-то подстанет Нанесет урон Начнет двигаться Куда-то на бульдозе Отбежит Еще раз заедет Внимание Тебе Этот персонаж Еще и на линии Достаточно сильные Если его Федом Здесь если Шамарич Немножечко загуляет Немножечко Вытянется Здесь потом Федом После входа У него Заберут Просто уникально Орегенд Откончаются Так Митя у нас Смотрите Что Кайфан Немножечко Опережает Интересный Но за что Кайфан Просолочка Начинается У нас Прям по Сценарию Прошлой карты От Black Soul Я почему-то Постоянно хочу Назвать Black Lotus Не знаю Простите Но Black Soul Конечно Ну просто Никнейм Видимо Издалека Созвучный Вот да И опять же Напоминаю Что если В прошлой карте У нас Такая доминация На центральной линии Была в первую очередь Заслугой Наверное Шейкера Да Который удачно Перемещался И просто Душил ПКД инвокера Здесь Пока что Соло фраг И в начале Это прям очень сильно Решает Противостояние Один на один Особенно в левеле Мы видим Что разница Уже в левел Да сколько можно Я просто помню Как-то раз Я ехал Куда же я ехал По-моему В Германию Ехал И ехал На автобусе Три дня Но там Получалось так Что мы из одного Часового пояса Приезжали Из одного Часового пояса Приезжали в другой И у нас постоянно Было одно и то же Одно и то же Время Так скажем На часах Так в миде Драка Сюда подтягивается Который погиб Дропы Часового пояса С Нага Определённо стоило, конечно Ну а как иначе А, тем временем снизу забирают Таска Очень больно Наги, Нага бежит Хороший бодиблок от Гримстрока Говорит, не стукайте моего друга Топорики не попадают Эх А там 400-ка было на Наги Могли бы и забрать, хотя топоры видимо первого левла Поэтому урона не так уж и много Кстати, возможно и попали Просто я опять же, старый, слепой, не обратил внимания Сверху Нападают на Шадоу Шамана Шадоу Шаман под сифонами Продолжает убегать под вышку Сюда даже Таск уже перетянулся Шадоу Шаман сейчас догореть может на самом деле Буквально один удар Один удар Шадоу Шаману Просто закидывает Спирит Брекер Но в это время забирает, правда, Дэз Профит Тем временем, параллельно снизу Отыгрываются всё-таки на Бессмастере Забирают Да что ж ты будешь? Я просто не успеваю Я не успеваю кликать по карте Потому что фраги просто Отовсюду льются В пользу команды Инкубус Они месяц всю карту В прямом смысле этого слова Сыпется пока что Деоса, если честно По КД в миде Опять нападают на Таска В этот раз привязали его Таск откидывает Шарды Это ему мало помогает Но Сноубол немножко отсрочит, наверное, ситуацию Но врываются на Спирит Брекера Тег Тима Пытаются Спирит Брекера пробить Но в итоге первым погибает Таск Привязали ещё Снэпфаер Ещё разгон Снэпфаер Из таверны в таверну Да что ж ты будешь делать? О мой бог Как же просто месят Инкубус Своего оппонента Ну, опять же, повторюсь Пока на голову выше смотрится Инкубус Если честно Так, сверху нападают на Дес Профит Но здесь втроём-то, наверное, одолеют Всё-таки оффлейнера команды Инкубус Ну, наконец-то Хоть что-то сделали полезное Но, тем не менее 4000 уже преимущество Очень сильно Нафармил, так скажем Эмбер Эмбер сейчас может наказать На самом деле Снэпфаер здесь Неужели дальше пойдёт до конца? Ну нет Да ну нет Должна Просто Эмбер, видимо, обиделся То, что у него из-под носа руну Ускорение разбили Так, тут, по-моему, мистер Таск Сейчас в таверну отправится Хотя Увернулся от Инксвелла Он шарды Неплохие Но Эмбера это особо не останавливает Есть чинцы Привязали И в итоге Таск погибает Ещё один фраг Тем временем Снизу Бесмастер не теряет времени зря И надеется Подпушить вышечку Но пока ему это слабо На самом деле даётся А команда Инкубус Перетягивается наверх Четвером И то же самое, скорее всего Сделают с вышкой Команды Деос Т1 попытаются забрать Сверху Сверху идёт ответное нападение Теоретически возможное Нападение будет сейчас Сноубол Вкатываются В Деспрофит Под ультимейт Снэпфайр Дпшечку могут забрать Но Дпшку уже вышку забрала Она ещё с сифонами отъедается Выбивает реинкарнацию Как же больно Таску Таск стики прижимают Пытаются жить Дпшку просто не могут Одолеть Ещё один сифон Вчетвером Просто пытаются её забрать И сюда въезжает Спиритбрейкер Боже мой Как он Он как прям Кегли растолкал В боулинге Просто выбил страйк сейчас И могут забрать ещё И Снэпфайр Снэпфайр также Следом отправляется В таверну Пытается улететь Шадоу Шаман Не успевая сбить Телепортацию К сожалению Спиритбрейкер Но как же легко Просто инкубу Скатают сейчас Парни из команды Деус Снизу Беги Битмастер Беги В очередной раз Врывается на него Он конечно Откидывается здесь Топориками Но это ему не Помогает В итоге Это Ещё один фраг Для Эмбера Эмбер уже 9-0 идёт Видимо Таск тоже Решил погибнуть Его пока спасает То что разгона Нету Спиритбрейкера Но вот он разгон Есть ноу-бол На развороте Возможно сейчас Будет нападение Какое-то на Эмбера Но по-моему Нападение провалилось Потому что Снэпфайр просто Убежала в итоге И не стала врываться В итоге это ещё один минус Параллельно Где-то сверху Забрали А даже в миде Забрали Шадоу Шамана Где-то здесь Ну окей Ну что ж Уже 9 тысяч Преимущество Неуклонно продолжает Расти Нага Сирена Даже и не приходит В драки Нага там что-то Своё фармит Потихонечку Яш уже имеется 11-й левел Ну и рано или поздно Она уже потянется К команде Пока всю игру Делает парочка Таск плюс Ой, Таск Спиритбрейкер Плюс Эмбер В этой игре Нет-нет Нага чувствует Что тут Снэпфайр Неподалёку Сон прожимается В итоге Ультимейт Снэпфайр Толком не попал Команда Кстати Неподалёку Эмбер Рядом Если что Поможет Сон заканчивается Очень хотят Нагу подцепить Ну и на развороте Эмбер готов Врываться Так понимаю Там просто уже есть Разгон От спиритбрейкера Ингсвел Отличный залетает Саленс попадает Под шаду шаману Шаду шаман Скорее всего погибнет Бегите Глупцы Просто отсюда Минус Бисмастер Следом должен Таск отправляться В таверну Хотя сноубол Врейс Кинг Приходит подраться Ладно Окей Пока что Два в один Размен Драка продолжается Здесь ДПшка Просто с духами Врываться готова Саленс залетает Неплохой пост Снэпфайр Снэпфайр пытается убежать Пченька есть Нужно себя скидывать Отлично Тем временем Погоня продолжалась За Врейс Кингом В Врейс Кинге Здесь растерзали Два игрока Команды Инкубус Еще одной тычки Не хватило Шаду шаману Под Т2 И все таки Шаду шамана Тоже забирают И это еще один фраг Минус 4 В сумме От Инкубус Потеряли только Одного спиритбрейкера Продолжение следует... Так Все временем Нападают на бисмастера Башек конечно же Еще один баш А это Незерстрайк был Простите Да В итоге Минус 2 Отлично Минус 2 Хотел сказать Но В итоге Минус 1 Моментально Забирают здесь Конечно же В очередной раз Бисмастера Ну и вот Опять Та же самая ситуация Которая была На первой карте Кому В этой игре Камбэкать Ну то есть За какого персонажа Цеплятся команде Деос Ну Ни один герой Даже близко Не приблизился К корам Сейчас команда Инкубус Сверху Проблема в Рейс Кинг В Рейс Кинг пока С армлетом Но его уже Начинают искать Он успевает вроде как Улететь Успеет ли сбить? Нет не успеет Он улетел Да Ну ладно Опять же В Рейс Кинг еще далек Очень далек от своей там Формы Когда он сможет нормально Приходить в драку Там хоть что-то впитать Напасть Как-то подраться А тут продолжает Месить просто по всем фронтам Вы посмотрите Одни фисты Уже половины хп нету Снэпфайр Снэпфайр не отпустят Уже точно Снэпфайр погибает В это время погибает Спиритбрекер Неважно Приходит сюда Гримстрок Привязка по двоим Если сейчас удастся Забрать Эмбера То это будет шикарно Но Эмберу Успевает размонцевать Подальше от этих змеек И еще одни фисты И заканчиваются Ременанты Возможно сейчас Стрик отдаст У нас Да Блэк Лотус В итоге с него сбивает Эту Серию из 9 убийств И почти 666 голды Выбивают Еще следом Погибает Грим Наверное Да Грим Да Его забрали О привет В Рейс Кинг Ты куда Ты куда О здорово Так Снэпфайр ультует В Рейс Кинг После реинкарнации Неплохо Сейчас можно забрать Дес Профит Но здесь уже Спиритбрекер Будет Незерстрайк Сноубол Вкатываются в Нагу Сирену Драка продолжается Неизвестно Кто в итоге Из этой драки Ведет победителем Иллюзии побежали За Снэпфайр Снэпфайр Еще пару ударов Нужно Чтобы забрать В это время В Рейс Кинг Пошел до конца Драться В Рейс Кинг Прогоняет Нагу Нага вынуждена Тратить сон Снэпфайр тем временем Выживает Но ненадолго Потому что догоняет Спиритбрекер А тут у нас Драка продолжается Эммерта вернулся Уже из таверны И просто бегите Глупцы Реинкарнации Нет уже В Рейс Кинг В Рейс Кинг И забирают Следом в таверну Отправляют Таска Еще один В это время Спиритбрекер Продолжает развлекаться Вовсю с саппортами Команды Деус И в этот раз Под раздачу Попадает Шадоу Шаман Это еще один минус Я не знаю Просто что здесь добавить Шикарная игра От команды Инкубус И придраться Не к чему Если честно От команды Инкубус Что здесь нужно От команды Инкибус Сам был В оригинале Это динам fell Я уже Продолжение С temperatures Жет Тops Т aggregate С answers Ого Добавляет Продолжение следует... Продолжение следует... Драка выиграна в салат! В очередной раз команда Инкубус потеряли только одного саппорта Гримстрока, сделали в сумме минус 4, спокойно возвращается обратно к Рошану и продолжает его бить. Я думаю, хватит, наверное, разума сейчас для команды Дэл, чтобы не подходить к Рошпиту, потому что они моментально умрут иначе. Правда, Наги нормально вообще, да? Тебе норм, Нага? Может быть, он отвлекся, я не знаю. Ладно, тем временем снизу нападают на Бисмастера. Бисмастер начинает мансовать, ну и вроде как размансил, да, его здесь, наверное, не поймают. Хотя, сюда уже бежит Эмбер. Ну ладно. Отдают спиритбрекера, в итоге не стали за него вступаться. Хорошо. Есть байбэк. Задайвили далековато сейчас Дэусу. Дэусы врывают сюда Эмбер и просто начинают вырезать всех по одному. Убивают в Рейс Кинга реинкарнацию. Он так и не дождался, я так понимаю. Погоня продолжается за Таском. Таска тоже привязали, он шардами себя закрывает, но это его не спасет ни в коем случае. Это будет еще один минус. Ну, должен, по крайней мере, быть, да. 5-3 в 1. Да, байбэк заставили сделать спиритбрекера, но оно того стоило. Три фрага, очень хороших забрали кэри. В это время, я смотрю, очень битый Бисмастер здесь бегает. Но его останавливает Сон. Наги Сирены и Бисмастер под замедлением, скорее всего, сейчас погибнет. Да, иллюзии практически съели его. Еще одна пачка бежит, и там спиритбрекер за ним выехал уже. Эх, некуда деться. Подталкивает его, но нет. Не спасает ничего Бисмастера. Там уже Шадоу Шаман вроде как замахивался змейками. На змейка, а сетка, я так понимаю. Но в итоге поздно было, просто забавно получилось. Бисмастер уже умер, а он там ручками машет ему по итогу. Там под хостой бежит Эмбер. Просто бегите, глупцы. Моментально показался таск и сразу же исчез. Врейскинг решил пофармить Лиса. Конечно, похвальное стремление, как говорится. Но что будешь делать с этим парнем? Ну, тут начинается ПВП у нас невероятное. Врейскинг против Эмбера. Ну, пока Врейскингу больнее гораздо, чем Эмберу. Команда его на базе. Просто команда не может к нему перетянуться на ноге. Единственный вариант, это как-то через степочки ПТ-2 бежать. Потому что иначе никак не добраться. Там перехват уже работает. Да, и в итоге растянулись как-то у нас Деусы. Сюда у нас нападают на Шадоу Шамана. ПТ-2 вышку. Шадоу Шамана заберут, скорее всего, иллюзии. Есть экзорцизм от Death Prophet. Погоня продолжается за Врейскингом. Врейскинг начинает мансить. Духи за ним. И Врейскинга рассекретили. Здесь он играет, конечно, Арблетом. Но его это не спасает. Минус реинкарнация. Нужно Врейскинга спасать. Бежит Таск. Таск далековато. Как же много урона нет. В Врейскинге, к сожалению, здесь ничем не спасти. Потеряли Гримстроука. Но Гримстроук успел раскастоваться напоследок. И это будет еще два фрага в копилку команды Инкубус. Забрали двух кэрри. И по-прежнему, конечно же... Конечно же, ГГ мы не пишем. Продолжаем играть. А лучше в мире регион. Что еще сказать? Самый сильный регион в мире. На данный момент, да? Получается. Так, ну что ж. Действительно, два стрека. Сдаваться Деосы не намерены раньше времени. А это значит, что мы можем насладиться еще немножко этой невероятной дотой. Снизу линию пушт вовсю уже у нас Деспрофит. У Деспрофит, я так понимаю, практически готового БКБ. Появится БКБшка, вообще проблем не будет. Здесь у нас у Наги вроде как уже что-то сверху должно было появляться. Но тут пока, видимо, намек на Тараску, да? Судя по всему, да. Запчасти прилетели, остается только бустер. И все. Так, а что у нас там у Эмбера? У Эмбера пока что Аганим. На подходе до которого осталось всего лишь 900 голды. Ну, это тоже очень мало. Так, ну и еще больнее будет. Так, ну что ж. Да, и так, ну как бы, нет предела совершенству. Почему бы? Я не подсобрать себе. Вышка снизу падает. Т2. Т2 без проблем забирают у нас Инкубус. И готовы уже штурмовать высоту. А если что, я напоминаю, о Эгисте все еще есть. Наличие у Эмбера его можно попробовать выгодно разменять. Эмбер под Нексвеллом уже побежал вперед. Минус Шадо Шаман, скорее всего. Да, поймали еще и Бесмастера. Бесмастер тоже погиб. Сноубол от Таска поздно. Спастить имейта не смог. Ультимейт в итоге просто в молоко от Снэпфайр. Привязали Таска. Таска тоже забирают. Еще три фрага безответных в этот раз, правда. Никого не смогли забрать у команды Инкубус. И Инкубус могут доломать Т3, например. Потому что крипы подошли. Экзорцизм имеется. Почему бы вышку, собственно, и не спушить? Да? Да. Да, конечно. Я уверен. Продолжение следует... Я не эксперт, конечно, на 100% в доте, так скажем. Никогда не играл в профессиональных командах. Но у вас там вторая сторона упала, пока вы Эмбера забирали, если что. Мне кажется, это более чем выгодный размен для команды Инкубус. Разменять одного героя на целую сторону. У нас тут драка очередная. Кстати, очень быстро забрали Гриммстролка. Но привязку он успел выдать. Сюда приходит уже Нага Сирена и просто съедает игроков команды Деус. Гага... Что? Что? Да ну не! Ну, ребят! Да ну не, не! Ну не может быть! Вы что, прикалываетесь, что ли? Ничего себе! Ну ладно. Бывает и такое, видимо. Слушай, возможно, возможно, должно было произойти такое, что до 30 тысяч дойдет преимущество, как бы. И тогда, окей, тогда мы можем уже писать ГГ. Ну тогда можно, как бы, знаешь, ну окей. Ну что сказать по итогу? Я, честно говоря, не совсем понимаю, как собираются ребята из команды Деус бороться дальше. Потому что, я так понимаю, теперь им предстоит сражаться с... Точнее, там как получается? Сначала сыграют те, кто играли с Инкубусами. Против Альфа-Волков, да, Омеги. Я напоминаю, что с Омегами Инкубусу сыграли 2-1. У них там полноцветное БО-3 было. Поэтому Омега вроде как тоже сильные должны быть, по идее. Вот. А потом, как раз-таки, победитель пары Омега против Альфа-Волков будут сражаться с командой Деус. И такими темпами я даже боюсь за команду Деус. Ну потому что здесь просто в этой серии как детей отметелили просто без шансов. С первой минуты буквально. С нулевой даже, наверное. С первой минуты буквально. Ладно. Что ж, пойдем мы, наверное, отдыхать. Спасибо большое, что смотрели. Прощаемся с вами. Я не знаю, когда я там буду опять. Но завтра продолжится великолепная Дота. Южная Америка. Приходите обязательно посмотреть, что там будет дальше. Вот. На сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что смотрели. До скорых встреч. Пока-пока. Еще услышимся. Слышимся. Слышимся.